Всем привет! Это Слава и Кофе Бриктанго. Это видео результат идеи сделать что-то по музыкальности с нуля. Не буду говорить для начинающих, музыкальность для чайников, но разговор пойдет с самого начала. Самая главная идея и самый главный секрет в том, чтобы танцевать музыкально, барабанная дробь, музыку надо знать. Вот просто знать. Если я знаю песню наизусть, то есть могу ее пропеть, то есть я знаю, где паузы, где вступает вокал, где какая синкопа, то я могу вот эти все мелкие замечательные вещи обыграть. Если нет, то нельзя сказать, что мой танец не может быть музыкальным, совсем нет. Но погружение в музыку и приближение к музыке будет совсем другим. И не зная каких-то вещей, я их в танце могу просто пропустить. Конечно, танго пишется и играются по ряду правил, зная которые, можно станцевать какую-либо угодно незнакомую композицию. И неплохо станцевать, да, обращая внимание на фразировку, на игру с темпом, на повторение. Просто обращать внимание на настроение, на смену настроения уже дорогого стоит. Да к тому же многие танго вообще просто одинаковые, как у Дорьенца. Шутка. Но все же это был бы уже несколько другой уровень погружения в музыку. Я позволю себе рассказать историю, которую как-то очень-очень давно услышал от Себастьяна Арсы. Маэстро Арсы должен был выступать с Марианой, он уже был на танцполе, сделал знак диджею, диджей ставит музыку. И диджей ставит музыку не ту, которую Себастьян ожидал услышать. То есть и эту композицию Себастьян не знал. Да, мне тоже в это было крайне тяжело и невозможно поверить. Но тем не менее. Мы его спросили, что же он делал. Я танцевал от темпа, был ответ маэстро. Но правда, знать музыку это очень важно. Тяжело, а порой просто невозможно говорить про вторые линии, вариации и прочую высшую математику музыкальности, когда в ответ на вопрос преподавателя группа спрашивает, а как называется это танго? Оливер Кокер однажды сказал, что каждую ночь на всем земном шаре мы танцуем одни и те же 300 танго, вальцев и меланг. Конечно, сказано это было в шутку, но на самом деле о каком танцевании каждую ночь на всем свете сейчас может идти речь. Но, тем не менее, в каждой шутке есть доля шутки. Возвращаясь к основной идее, что музыку надо знать. Я хочу предложить свой набор, свое видение, свою подборку, свою коллекцию, свой плейлист, называем как угодно, составленный на основе собственного опыта танцевания на мелангах по всему свету. Может, для кого-то это будет оправной точкой, чтобы потом начать копать глубже. Кому-то это поможет в голове составить некоторую структуру. Кто-то просто получит удовольствие от хорошей музыки. Я хочу попробовать выпускать видео регулярно, от оркестра к оркестру, насколько запала хватит. Сразу хочу сказать, что эти плейлисты ничего общего с диджейством и компонованием танц не имеют, и просто являются моим частным мнением. Хотя мне нравится мысль, что каждый хороший танцор должен быть немножко диджеем. Поэтому вопрос, как же так, а почему ты вот эту песню не включил, а почему ты вот эту забыл, мы его опустим. Хорошо, может, и правда забыл, не железный, может быть, специально оставил на потом, чтобы к этой теме вернуться. А может быть, вот самое сложное в этой передаче это муки выбора, это выбрать композицию. Потому что в конечном итоге плейлист должен иметь вменяемую длительность. Так что вот, скрипя сердцем, вычеркнул, потом запись закончил, и в одиночестве 10 раз подряд ее слушал. Ну и напоследок история от меня. Однажды нас с Олей Леоновой пригласили выступить на фестиваль Мистерио в Буэнос-Айрес. Ну и потом мы поехали просто путешествовать по Аргентине. И однажды были где-то в дебрях Патагонии, там до ближайшей деревни 90-х километров. Маленький отельчик при маяке, при отельчике ресторан. И вот хозяин узнал, что мы танцуем танго, и попросил выступить. Там кроме нас других посетителей была всего одна пара, ну и была куча народового персонала, там с отеля, с кухни. И вот пришли смотреть все. Там не только аргентинцы были, народ из Боливии, из Бразилии. И из них никто, ни один не танцевал танго. Они насвистывали, там подпевали. Я не помню, что я ставил. Я просто помню, что был поражен, насколько не танцующие люди знают музыку, знают танго. Другие культурные коды. Хотя я убежден, что знание испанского языка – это приятный бонус, но который, тем не менее, не является необходимым условием для того, чтобы танцевать танго. И, в общем, не я эту мысль придумал. Как сказали в одном фильме, в танго есть две поэзии. Это поэзия слов и поэзия музыки. И вот для понимания и выражения последние слова не нужны. Хотя знать имена руководителей оркестров, их вокалистов надо. Ровно как и название основных танго. Про это у нас речь и пойдет. Это было вступление. Я его специально вынес в отдельное видео. Далее буду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!